МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Смотрите сегодня в выпуске. Круглая дата Саровскому медицинскому колледжу исполнилось 60 лет. В выбоенных и ямах в каком состоянии находятся городские дороги. В февромарт двойной отрыв в младежном центре «Саровские студенты» соревновались в креативе, творчестве и смекалке. Далее расскажем обо всем подробно. Народные избранники проголосовали «За». 21 февраля на совместном заседании комитетов администрация выдвинула предложение внести изменения в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории города. На улице Балыковской в районе Садов 2931 второй участок планирует расположить павильон с продовольственными товарами. Проект решения вынесли на Думу. Однако на рассмотрении вопроса выступил садовод этого района. Мужчину такое решение в корне не устроило. Я против. То есть я вышел с предложением к Думе, что организовать торговый павильон, автобус, автобусная стоянка, магазин. И на сегодняшний день все ближайшие соседи мои, то есть они также против установки вот этого передвижного торгового павильона. Вопросов у Александра Миронова было много. Но один волновал его больше всего. Почему перед принятием решения не узнали мнение жителей? Вопросы возникли и у депутатов. В частности, была ли необходимость расположить торговый павильон именно в этом месте? Обращались ли жители с просьбой его установить? И мы сейчас берем просто, да, выбрали какой-то участок. Понятно, что он будет полностью соответствовать всем необходимым нормам и тому подобное. И вот не спросив самого элементарного, это соседи этих домов, берем и ляпаем туда это павильон. Вот реакция жителей. Вот, наверное, нужно, логика должна наоборот идти. Проект решения народные избранники отклонили и отправили на доработку в администрацию. Его подготовят с учетом мнения местных жителей и предпринимателей. Обсудили депутаты и изменения в бюджете города. В частности, поправку реконструкции хоккейной коробки «Сокол» на Куйбышева. Поправку ранее обсудили на заседании ПБК и отправили на согласительную комиссию. Однако там она не прошла. Тем не менее, к 2023 году вопрос с реконструкцией «Сокола» обещают решить. Кроме того, депутаты отметили, что подобные спортивные объекты должны появиться в разных частях города. Работу в этом направлении необходимо продолжать. В шести муниципалитетах Нижегородской области развернули пункты временного пребывания жителей ДНР и ЛНР. Сейчас люди остро нуждаются в помощи. И помочь им может каждый. С 25 февраля администрация Сарова и ресурсные центры добровольчества открыли в городе пункт сбора гуманитарной помощи для беженцев Донецкой и Луганской народных республик. В качестве пожертвования волонтеры принимают товары первой необходимости. Каждый неравнодушный может принести в пункт сбора канцелярские предметы, предметы первой необходимости, средства гигиены, настольные игры, спортивный инвентарь. То есть все, что может понадобиться любой семье, любым людям в обыденной жизни. Более всего необходимы те предметы, которые беженцы вряд ли смогли взять с собой, но без которых им приходится нелегко. Для детей-школьников это канцелярские товары, ручки, тетради, альбомы, пеналы. Для малышей – игрушки, для взрослых – белье и одежда. Обратите внимание, что желательно приносить новые вещи с бирками и этикетками, так как есть трудности в их обработке и дезинфекции. Не стоит приносить искропортящиеся товары. Изначально мы собираем все необходимое здесь. В дальнейшем к нам поступает заявка, запрос из Нижнего Новгорода с перечнем необходимых вещей. И потом уже по этой заявке собираем все и отправляем в Нижний Новгород. За два дня сбора гуманитарную помощь принесли более 30 саровчан. Пункт приема для помощи жителям ДНР и ЛНР находится по адресу проспекта Музруково, 22, здание дома книги, правая дверь. Пункт работает с понедельника по пятницу с 10 до 19 часов. Светлана Ярунова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. Каждый год по весне, когда тает снег, а температура скачет от минуса к плюсу, водители сталкиваются с серьезной проблемой. На дорогах вместе с проталинами появляются ямы. При плюсовой температуре влага попадает в трещины на асфальте. Вода там замерзает, а потом оттаивает, разбивая дорожное покрытие изнутри. Ужасно, очень много ям. По желанию властям, если возможно, конечно, уже заниматься ремонтом очень плохо. А где наиболее такие проблемные участки? Ой, вы знаете, да их много. Я, например, езжу, вот очень плохая дорога, задыка. Вот маленькая, казалось бы, не проезжая часть, но там одни ямы. По-моему, в старом районе очень много. Вот на сирк, ну, тут как во дворы заезжать, вот там, Чапаю, там, Фруза, вот эти вот, там очень много. От пенсионного фонда и до театра без колес нужно остаться. И наверняка еще есть. Начинает асфальт сходить, разбиваться, в такой погоде все мгновенно разбивается гидроударом. Дорожное эксплуатационное предприятие уже готово к ямочному ремонту в этом году. Сейчас сотрудники объезжают город, выявляют критические участки с большими ямами и направляют рабочих туда в первую очередь. Ямочный ремонт ДЭПа контролируют органы ГИБДД, Департамент городского хозяйства и прокуратура. Сейчас уже мы по этим, по ямам работаем, уже, наверное, недели две, потому что, как только была предпосылка на такую погоду, мы сразу в прошлом году еще приобрели еще один рециклер для ремонта дорог. Это маленький, как бы сказать, асфальтобетонный заводик, который там, производительность у него, ну, за смену две, полторы-две тонны, вот он сварит. Если у вас есть вопросы по ремонту дорог или устранению ям на проезжей части, обращайтесь к Василию Ласточкину по телефону 9-92-18. Дополнительные контакты вы можете найти на сайте Городской Думы, думадефиссаров.ру. Светлана Ярунова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. Четыре ученика лицея 15 в прошлом году получили на едином государственном экзамене максимальный результат. 17 выпускников набрали от 91 до 99 баллов. Девять учащихся окончили школу с золотой медалью. Первый критерий рейтинга сети АТОМ-классов – внешняя оценка образовательных результатов, а именно ГИА, ЕГЭ, Олимпиад и конкурсов. Что касается Олимпиад, здесь наши ребята тоже показали очень высокий результат. В частности, из 29 участников регионального этапа Всероссийской Олимпиады школьников по физике, химии, биологии и информатике, 16 ребят стали победителями и призерами. Более того, пятеро детей представляли Саров, наш лицей и Саров, соответственно, и Нижегородскую область на заключительном этапе. Всероссийской Олимпиады школьников по химии, физике, географии, астрономии и математике. Трое лицеистов были удостоены звания призеров Олимпиад. Также за прошедший год учащиеся получили 51 диплом заключительного этапа Олимпиад из перечня утвержденного Миноборнауки России. Вторая группа показателей, по которой оценивали атом-классы – результаты участия в дистанционных образовательных событиях. В прошлом учебном году наши дети, вернее, педагоги нашего лицея, организовали еще один конкурс «Экологический челлендж», в ходе которого детям предлагалось, изучив математический язык квантеров, на этом языке сформулировать какую-то экологическую привычку. Тоже интересный формат, и в итоге мы планируем в этом календарном году запустить данный проект «Экологический челлендж перезагрузка». В 2019-2020 году для учеников 7-11 классов провели конкурс «Физический стендап». В нем ребята, примерив на себя роль креативных педагогов, пробовали преподнести разные научные факты ярко, интересно, увлекательно. Записывали это на видео и выкладывали ролики в соцсетях. Заключительная группа показателей рейтинга в соответствии образовательной среды технологическим стандартам. Дело в том, что согласно стандартным сети атомклассов, образовательное пространство, где он у нас должен функционировать, должно иметь площадь порядка 75 метров, не менее. Ну вот мы определили кабинет физики, у нас просторный он довольно-таки. Благодаря финансированию программы развития мы закупили новую мебель, современную новую мебель, наборы практикумов по физике, датчики для проведения различных исследований, которые могут использоваться как в урочной, так и в неурочной деятельности, ну и техника в кабинеты физики, химии, естественно. В сумме этих показателей лицея 15 возглавил рейтинг. Школы, вошедшие в первую десятку рейтинга, получат в этом году 300 тысяч рублей. Также распределены путевки в Орленок и Артек. Лицею выделили 6. Дарья Погребенко отрабатывает алгоритм введения внутривенного лекарственного средства пациенту. В кабинете технологии оказания медицинских услуг студенты на практике изучают работу аппаратной и процедурной медсестры, тренируются делать инъекции, ухаживать за больным. Дарья учится в колледже уже третий год и настолько сильно прикипела душой к этому месту, что называет его вторым домом. Очень быстро освоилась, очень быстро привыкла, потому что, опять же, доброжелательные отношения преподавателей, группы и в целом такая домашняя атмосфера, я бы сказала. То есть действительно приятно и хочется сюда приходить, и на учебу хочется приходить, несмотря на то, что иногда бывает сложно от больших объемов информации, от все-таки достаточно сложного обучения в плане медицины. Но хочется приходить сюда снова и снова. Помимо лекций и семинаров, ребята вовлечены и в общественную деятельность. Колледж дает учащимся дополнительные возможности для развития. В нем есть студенческое объединение ВИТО, активисты которого принимают участие в городских мероприятиях. Не остаются ребята и в стороне от добрых дел. Многие состоят в волонтерском отраде МИК, которое расшифровывается как «милосердие и гуманизм». В период пандемии мы приходили в поликлиники и занимались волонтерской деятельностью. Она заключалась в том, что мы сидели в регистратуре, отвечали на звонки, также занимались медицинской документацией. Помимо этого мы помогали людям, сидящим на карантине. То есть наши студенты разносили продукты, когда еще невозможно было выходить, и карантин был дольше. Первый день весны для Саровского медицинского колледжа – дата особая. В 1959 году по инициативе Владимира Кузьмичева в нашем городе была организована трехгодичная вечерняя медицинская школа. Тогда медсанодел испытывал острую нужду в средних медицинских кадрах. Занятия в школе врачи вели на общественных началах. В 1962 году приказом министра здравоохранения от 1 марта при медсаноделе было открыто дневное медицинское училище с ежегодным набором 50 человек. Так началась летопись этого уникального места закрытого города. За время нашего существования мы подготовили более 7 тысяч специалистов, медиков по специальности сестринское дело и лечебное дело. Наши специалисты, наши выпускники трудятся как в клинической больнице 50, так и за пределами нашего города. В связи с эпид-обстановкой большинство юбилейных мероприятий медицинского колледжа проходит в формате онлайн. В соцсетях проводят виртуальную историческую экскурсию медучилища летопись поколений по воспоминаниям выпускников, преподавателей, сотрудников и всех, кто имел отношение к медицинскому колледжу. Свои воспоминания о кузнице медицинских кадров закрытого города можно направить заместителю директора по воспитательной работе Ксении Козловой на электронную почту ksenia.kozlowa.79-mail.ru. Анна Пилипец, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей, Саров, 24. Умей помочь. Проект Саровского медицинского колледжа ориентирован на широкую аудиторию. Уметь не растеряться в критической ситуации, оказать медпомощь, провести искусственную вентиляцию легких, перевязать рану или распознать первые признаки инсульта у человека, стоящего с вами, например, на автобусной остановке, важно всем. И школьникам, и пожилым гражданам, и обычным горожанам. Любой гражданин должен уметь оказывать первую помощь. Независимо, имеет он медицинское образование или не имеет медицинское образование. Это вообще наш с вами гражданский долг. Долг каждого человека помочь в трудной критической ситуации до приезда медиков. Идея проекта давно витала в воздухе. За ее реализацию и притворение в жизнь взялась команда волонтерского объединения колледжа. Проект ребята успешно защитили на городском конкурсе молодежных и инициатив. «Умей помочь» разбит на несколько занятий. Первое посвящено искусственной вентиляции легких. На следующих занятиях мы хотим рассказать об остановках кровотечения, о травмах, об ожогах, обморожениях, то есть о травмах, которые встречаются чаще всего. Ну, у нас для каждой категории разные алгоритмы. Проект стартовал 1 марта, в день 60-летия медколледжа. Первыми участниками программы стали девятиклассники третьего лицея. Ребята с интересом слушали теоретическую часть, отвечали на вопросы, а затем смогли применить полученные знания на практике. На самом деле, меня всегда интересовало, как именно нужно делать первую помощь, потому что это, мне кажется, очень важный навык. И вот сегодня мы узнали одну из видов первой помощи, поэтому меня это очень заинтересовало, и я возьму эти знания надолго. Также проект носит профориентационный характер. Возможно, кого-то из детей, участвующих в этих своеобразных мастер-классах, затронет удивительный мир медицины и поможет выбрать жизненный путь. Участие в проекте бесплатное. Записаться можно по телефону 54650. Екатерина Опенова, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей Саров-24. В молодежном центре для активных студентов прошла яркая конкурсная программа «Февромарт. Двойной отрыв». Почему же мероприятие так называется? В феврале отмечаем мужской праздник, а март – женский. Поэтому все задания были связаны с этими датами. Сегодня у нас будет проходить мероприятие «Февромарт». Оно посвящено для наших саровских студентов, чтобы они могли отдохнуть, отвлечься от своих занятий повседневных. Оно будет состоять из пяти туров, в которых будут различные конкурсы, посвященные современным занятиям молодежи. Организаторы веселья – эвент-команда молодежного центра. Эта инициативная группа подготовила различные задания. Например, участницы угадывали инструменты, а участники – элементы гардероба девушки. Также студенты снимали тиктоки, короткие видео под трендовую музыку, повторяли движения и танцевали. А еще угадывали факты биографии популярных российских артистов. И танцевальные, и творческие, и вопросы были. Мы на них отвечали, наша команда сплотилась. Мы познакомились друг с другом, потому что в нашей команде были и представители и второго, и первого курса. Ребята действительно смогли оторваться, посмеяться, подружески пообщаться. В итоге победила команда Саровского политехнического техникума. А медицинский колледж и две команды от Саровского физико-технического института стали призерами. Мы провели хорошо время, друг друга узнали побольше, все над другом посмеялись. Наша команда одержала победу, мы этому очень рады. Благодаря эвент-команде конец зимы для студентов прошел незабываемо. Ульяна Скородумова, Андрей Махмудов, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров, 24. У современных школьников должно быть богатое и престижное портфолио. Участие в таком научном мероприятии межрегионального уровня, как Харитоновские чтения, может стать значимым достижением для старшеклассников. В 2022 году чтения впервые прошли в онлайн-формате. В этом году у нас довольно необычный формат. Первый раз чтения проводятся онлайн. Это было довольно необычно по сравнению с моим прошлым участием. Но, в принципе, новые технологии. Ольга Туряева, воспитанница объединения «Литошка». Вместе со своим руководителем, педагогом Дворца детского творчества, Мариной Зубовой, девушка подготовила исследовательскую работу на тему Иосиф Бродский современной рок-поэзии. Я изучала вопрос интертекстуальности, как отразилось творчество практически последнего советского классика на творчество современных рок-музыкантов. Несомненно, у Бродского были безумно интересные мысли, к которому рок-музыка с ее мятежным духом, вся эта революционная культура, естественно, обращалась и обращалась неоднократно. Умение анализировать и критиковать текст, знание литературных приемов. Широкий кругозор появился у ребят благодаря занятиям в «Литошке». С этой наукой они давно на «ты». Возможно, в будущем кто-нибудь из этих юных писателей тоже примет участие в харитонских чтениях. Ульяна Скородумова, Константин Островский, Александр Мальков, Служба новостей, СОРО-24. Почти полгода в нашем городе работает первый частный официальный приют для кошек «Мордом». Волонтеры не только подбирают животных, кормят и убирают за ними. Каждой кошке обеспечивают все необходимое лечение, вакцинируют, стерилизуют, приучают к рукам и адаптируют к жизни с человеком. Сейчас приют полностью заполнен. В нем живут 53 питомца, еще 40 на карантине на передержках. И конца этого потока выброшенных животных не видно. Это нужно объяснять людям, то, что необходимо стерилизовать своих животных, своих. Вот на улице, допустим, подобрали кошечку, ну, соберитесь там домом, я не знаю, там, подъездом, чтобы на какую-то кошечку просто стерилизовать, и все. По обычной стерилизации гораздо просто в разы уменьшит количество бездомных животных на улице. У каждой кошки в «Мордоме» своя печальная история. Встречаются животные, ставшие жертвой бесконтрольного скрещивания. Например, у веслоухой юки генетическое заболевание, деформировано суставы, из-за этого она испытывает постоянную боль. Есть животные, которых сдали из-за аллергии у хозяев. Но подавляющее большинство кошек попали сюда с улиц, огородов и подвалов. У многих проблемы со здоровьем, которые волонтеры всеми силами пытаются решить. На Силкина мужчина в нетрезвом состоянии их по осени выбрасывал из окна. Вот у нас было их пять кошек. Вот Вика. В результате поддения у нее выпала прямая кишка. Ей делали очень дорогую операцию. Мы сейчас едим специальный корм, но Ласкуша каких свит не видывал. Своим питомцем волонтеры активно ищут хозяев, размещают посты в соцсетях, проводят экскурсии в Мордом для школы детских садов, чтобы воспитывать в детях ответственные отношения к бездомным животным. Я в этом приюте уже второй раз. Я люблю приют Мордом, потому что тут есть прикольные кошечки. Особенно этот пирожок. И здесь есть много кошек, которые очень ласковые и любят поиграть. Мордом живет в основном на пожертвования неравнодушных горожан. Приюту всегда нужны корма, в том числе и специализированные. Когтеточки, лежаки, клетки, ветеринарные препараты. Коту с астмой никосу, например, требуется спейсер для ингаляции. Все это можно принести в приют на Железнодорожную 9, строение 7, предварительно договорившись по телефону 8 908 762 09 51 и 379 51. Также всегда нужны волонтеры, хотя бы для того, чтобы просто пообщаться с животными и помочь им социализироваться. Екатерина Опенова, Андрей Махмутов, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров, 24. Уже несколько лет на базе Молодежного центра проходит муниципальный этап областного фестиваля семейного художественного творчества. Свои работы представляют воспитанники детских садов, школьники и их родители. В этом году на фестивале три номинации. Например, сыграть вместе на каких-то музыкальных инструментах или спеть какую-либо песню. Второе – это семейная фотография. На фотографиях можно показать, какие в вашей семье есть традиции или как взрослые дети вместе занимаются спортом и поддерживают активный образ жизни. В этой же номинации также принимают фото, отражающие семейное сходство детей, родителей, бабушек и дедушек. Третья номинация – семейный блок. Может вести этот семейный блок либо семья, либо ребенок, рассказывая о том, как они проводят время, какие у них есть семейные традиции. И вообще надо сказать, что этот фестиваль в первую очередь направлен на укрепление как раз института семьи. То есть показать, какие в нашей области есть семьи, чем они занимаются, может быть, привлечь к какому-то хобби семейному. Работы на фестиваль семейного художественного творчества принимают до 12 марта на электронную почту, которую вы видите на экране. Итоги муниципального этапа подведут 19 марта. Победители и призеры будут представлять наш город на фестивале в Нижнем Новгороде. Екатерина Опенова, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей Саров-24. Самым юным участником конкурса был Коля Жучков. Мальчику 6,5 лет и на баяне он играет первый год. На суд жюри Коля представил детскую сюиту Латышова. Первый конкурс принес юному музыканту призовое второе место. Первое место в своей возрастной группе взял Илья Лукин. Юноша предпочитает играть пьесы конселенного характера, а именно широкие, свободно льющиеся напевные мелодии. Это был первый конкурс спустя столь долгий период. Именно очный. Два года я играл только на камеру. Я играл русскую народную песню «Ойдет и Калинушка» в обработке Паницкого и баха «Трехголосную фугу до мажор». В своей программе я был уверен, но от этого волнения было не меньше. Волновались и другие участники. За период пандемии многие отвыкли от очных мероприятий. У Алексея Блехарского порой даже пальцы чуть не соскальзывали с инструмента. Но со своими эмоциями юный музыкант справился на отлично. Покорил жюри своим исполнением и взял первое место. Баяном увлекся по примеру друга. Однажды я пришел к своему другу. Он играл на баяне и на фортепиано. Я решил тоже этим заняться. Как раз на следующий день к нам пришли в класс и сказали, кто хочет играть на баяне. Я согласилась, мне позвонили, и я вот уже как третий год сюда хожу. Гран-при музыкальной битвы взял Виктор Новожилов. Проводить такой конкурс в народном отделении каждый год в феврале для ДШИ стало доброй традицией. Он проходит, как правило, накануне областных конкурсов и других серьезных музыкальных состязаний. А потому для ребят это своеобразная тренировочная площадка. Впереди им предстоит покорить немало творческих вершин. Анна Пилипец, Константин Островский, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров, 24. Игумен Афанасий скромно говорит о себе, что он не художник и не поэт. А после каждого прочитанного стихотворения отмечает, насколько его стихи простые и как будто ничем не примечательные. Но в библиотеку Маяковского на его творческий вечер пришли неравнодушные люди, для которых творчество отца Афанасия откликается в сердце. В новом двухтомном собрании поэтических произведений «Не о Христе, а со Христом» автор представил стихи на библейские темы о святых, о родине и природе. В начале творческого вечера перед зрителями выступили учащиеся Саровской православной гимназии с литературно-музыкальной композицией. По биографии и стихам игумена Афанасия. А после рассказ ребят подхватил и сам отец Афанасий. Он рассказал гостям об интересных моментах в своей биографии и о творческом пути. Ну и, конечно, прочитал стихи. Сначала взяли текст и стали его учить, разучивать и проигрывать всякие этюды. Потом все это объединили и подготовили презентацию для Афанасия Тихонова. Мы дружим с Афанасием и моя семья, потому что отец Афанасий служит в деревне, в которой живет моя прабабушка. А именно с гимназией отец Афанасий дружит с директором моей гимназии. И он решил подарить картину, выставку картин. И в честь этого наш директор решил сделать подарок отцу Афанасии и выпустил книгу. В конце творческой встречи отец Афанасий подарил и подписал всем гостям свои книги. Также новый сборник и каталог своих картин автор передал библиотеке имени Маяковского. Светлана Ярунова, Кирилл Новикевич, Александр Мальков. Служба новостей Саров, 24. При выполнении становой тяги задействуется почти три четверти всей мышечной массы тела человека. Становая тяга – наиболее впечатляющая из трех соревновательных дисциплин в пауэрлифтинге. В первенстве центра внешкольной работы по этому виду спорта в клубе здоровья участвовали 27 спортсменов. Юноши и девушки до 18 лет, а также молодые люди до 23 лет. У нас на базе трех клубов работают тренажерные залы. Это клубы «Греция. Мечта и здоровье». И традиционно наши замечательные педагоги работают с молодыми людьми и с девушками, которые приходят к нам в клубы. И, конечно, сегодня хороший выход – показать себя, чему они научились, какова их физическая форма. Валерий Краснов занимается пауэрлифтингом два с половиной года. За это время спортсмен участвовал в соревнованиях различного уровня, как по становой тяге, так и троеборью. Также Валерий успел получить третий юношеский разряд по пауэрлифтингу. На первенство центра внешкольной работы по становой тяге молодой человек был настроен решительно. И не зря. Валерий взял бронзовую медаль в своей весовой категории. «Сегодня я постараюсь выложиться на максимум. Мой максимальный вес будет 85 килограмм, наверное. Но постараюсь выполнить все три подхода и занять какое-нибудь призовое место. Я начал заниматься в тренажерном зале, чтобы у меня была красивая фигура, чтобы я был сильный, потому что это пригодится в жизни». Перед соревнованиями всех ребят взвесили и определили их весовую категорию. Каждый спортсмен трижды подходил к штанге. При этом от этапа к этапу вес увеличивали. Некоторые не справлялись с тяжелой штангой уже на втором подходе. Состязание по становой тяге стало для молодых атлетов настоящей проверкой на прочность и силу не только тела, но и духа. Все участники получили хороший соревновательный опыт, а также показали свою физическую форму. «У нас уже на протяжении многих десятков лет проходят эти соревнования. Либо жим-лежа в штанге, либо становая тяга. Поэтому сегодня вот эти соревнования, они традиционные. И мы проводим их еще и для того, чтобы выявить лучших ребят, которые уже будут участвовать в городских соревнованиях, а потом уже поедут на уровень области». Победители и призеры первенства Центра внешкольной работы по становой тяге получили дипломы, медали, а также подарочные сертификаты в спортивный магазин. Светлана Юрунова, Андрей Махмудов, Александр Мальков. Служба новостей Саров, 24. На областных соревнованиях воспитанники спортивной школы ИКАР были младше остальных участников. Но это не стало препятствием для саровских ребят, и они достойно показали себя наравне со старшими коллегами. С первенства Нижегородской области по легкой атлетике юные спортсмены привезли в Саров серебро и бронзу. «Я считаю, что результаты хорошие. В связи с пандемией, что очень много детей болело, а те, кто не болели, они только что после болезни приходили, то есть ослабли, тренироваться им тяжело, начинать после болезни тяжело. Но ничего, результаты говорят сами за себя». В первый день соревнований ребята пробежали три старта на 60, 400 и 1500 метров, а также выполнили тройной прыжок с разбега. Во второй день, кроме беговых дистанций на 200, 800 и 3000, спортсмены испытали себя в прыжках в длину с разбега. «Народу было очень много. Каждый город Нижегородской области приводил команду, состоящую с 15-20 человек. Поэтому очень много было народа, участников». Никита Терентьев пополнил копилку легкой атлетов и кара серебряной наградой в беге на дистанции 3000 метров. А юные бегуни боролись за медаль в упорной борьбе. Старт пришелся на 7 часов вечера. На всех сказывалась усталость. Но Саровская команда из четырех девочек в эстафете 4 по 200 заслуженно стали бронзовыми призерами. «В личном первенстве мы тоже результаты порадовали. Становила личный рекорд на прыжках в длину в эстафете. Мы не ожидали, что мы будем третьими. Было много команд заявлено. Когда тренер сказал, что мы третий, мы обрадовались». В планах у заслуженного тренера России Марины Мачкаевой выступить со своими воспитанниками младшего возраста на всероссийских соревнованиях в Республике Мордовия. Поэтому сейчас юные спортсмены готовятся к следующим стартам, которые состоятся в конце марта. Светлана Ярунова, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей Саров, 24.